Семидесятилетие со дня Победы в Анапе отпразднуют масштабно. Две недели на детализацию плана выделила первый вице-мэр Светлана Яровая. В рамках подготовки к 9 мая в Анапе уже стартует несколько акций. Все памятники и мемориалы уже сегодня приводят в порядок. Память – это не только День Победы, это бережное отношение и уважение каждый день. На планерке обсудили подготовку к курортному сезону. Работу начали еще осенью. Сергей Сергеев напомнил, те, кто осуществляет предпринимательскую деятельность в Анапе, должны выполнять взятые на себя обязательства. Не от сезона к сезону, а постоянно. Я говорю по климатопавилью, проведение совещания на месте. Вы мне сказали, после 16 числа будет собственником. Поэтому давайте с выходом на место, намечайте когда, и пусть он нам предоставит график производства работы. Если к открытию нового курортного сезона построено там не будет, а закончено строительство, значит давайте думать, как с этим вопросом. Больше я ему вообще ничего строить на территории Анапы не дам. Заместитель мэра Анапы Людмила Терещенко поручила продолжить классификацию объектов размещения, усилить контроль в сфере торговли и повысить качество обслуживания на ярмарках-привозах. Качественной организации ярмарок-привозов в сельской местности потребовал заместитель мэра Анапы Александр Колесников. К ярмарке у нас в районе Восточного рынка, улица Парковая, оцениваю работу удовлетворительно. Ценники рекомендованные были на всех видах продукции. Цены также соответствовали рекомендованным ценам, их было наглядно видно. Село Супсех, ярмарка на улице Фронза. Это недостаточный ассортимент продукции, не было мяса, не было молочной продукции. Поэтому взять на личный контроль все ярмарки выездные, вопрос главам сельских округов. Либо вы лично сами, либо ваши заместители выезжают на место и делают фотографии. Телефоны ваши все у меня есть, поэтому я жду до 9 часов утра на ярмарке в вашем округе фотографию. О преобразованиях в спортивных учреждениях доложил заместитель мэра Сергей Козлов. В спортивной школе номер один завершают за работы по реализации программы «Доступная среда». Поручение начальнику управления по спорту подготовить документы на строительство нового стадиона. Тему строительства и последствия строительных работ также обсудили на планерке. Глава города озвучил распоряжение, каждый метр должен быть восстановлен газон и плитка и дорожное покрытие. Если будет нарушено устройство, то, которое было ранее, хотим мы его менять, не хотим. Это не их дело. Если будут зазоры завышенные и все остальное, значит никаких приемов работ. Они должны разобрать тогда весь объем, положить и сложить тот рисунок, который был. Сейчас в Анапе стелют специальную тактильную плитку для людей со слабым зрением. Проводит работу фирма из Твери. Подрядчик должен выполнить работу качественно, не оставив после себя разбитые тротуары. Контролировать процесс Сергей Сергеев поручил городским службам. В Анапе продолжаются проверки транспортных услуг. Программа «Доступная среда» проявит себя в Анапе и в форме информационных табло в городском транспорте. Ответственные готовят смету для ремонтных работ в сквере боевой славы. Об этом рассказал заместитель мэра Анапы Владимир Забураев. Поручение от главы города усилить контроль на строительных объектах, чтобы предотвратить незаконное возведение многоэтажек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова